Всем привет, привет! Всем отличной пятницы! Напоминаю, да, что в разделе сообщества вышел анонс. Нет, вру. Ну, все зависит от того, в какое время вы будете смотреть расклад. Если вы смотрите тот момент, когда он выходит, да, в 5 утра, скорее всего, 5 моего в Москве, в Москве 6 получается, да, то есть в 6 утра московского времени, то анонс на БЛИЦ-консультации еще не выйдет, да, то есть он выходит, по-моему, в 6 в Москве, да, то есть после обеда. Ну, в общем, не важно. В пятницу однозначно выйдет анонс на БЛИЦ-консультации. Я выбрала тему для БЛИЦ-анализ, да, что скрывается за маской человека. Вы можете загадывать любого человека, да, здесь не обязательно, чтобы это касалось личной жизни. И мы посмотрим, что этот человек думает о вас и вообще, что скрывается, да. То есть сигнификатор человека, что это, кто это, что это за человек, да, либо кто он такой, особенно если между вами не совсем понятные отношения, ну, это может быть родственные, да, это может быть коллега новая на работе. Ну, в общем, приходите, думаю, будет интересно разобраться. Вот, и заявки присылайте до трех обеда в воскресенье. А расклад мы сегодня будем делать тот, который я уже делала в своем телеграм-канале. Так, ссылка на телеграм-канал есть в тап-линке, да, под этим роликом, по ссылке моей услуги. Вот, кому интересно, переходите, подписывайтесь. Тема, тема. Чем вы платите за магию и эзотерику? Не все занимаются магией, поэтому я в каждой позиции буду делать, ну, выложу отдельно карты на тему магии, вот, и на тему эзотерики. То, что если, я просто думаю, да, если, например, это в контексте эзотерики, платите ли вы чем-то, платите однозначно. Вот, это могут быть какие-то изменения в своей жизни, да, трансформации, потому что познаете себя и каким-то образом меняетесь. А вот, что касается магии, то в магии всегда есть своя цена. Вот, и чем вы платите? Ну, хорошо, если вы, когда обращаетесь к мастеру, платите ему финансово, да, это самый такой вот простой откуп. Но имейте в виду, что если вы являетесь мастером, да, и занимаетесь, то должны знать однозначно, что с вас тоже есть особый спрос, и вы тоже чем-то платите. Каждый раз это будет какая-то своя цена. И вопрос здесь не только в финансах, да, в финансах это самое меньшее, что можно дать на откуп. В большинстве своем это вот все же энергия. Вот, ну, давайте посмотрим, да, давайте посмотрим. Вообще, если, ну, я думаю, знаете, вот иногда, когда хочешь что-то сказать по поводу мастеров, ну, мне кажется, что это лишнее, наверное, потому что если человек чем-то занимается, то однозначно у него и знания должны быть на этот счет, да, то есть как плюсы, так и минусы. Поэтому что-то говорить на этот счет, как-то рекомендовать, наверное, ну, не совсем уместно. Плюс ко всему я не люблю давать советы, но сталкиваюсь с тем, что не все дают отчет последствиям своих действий. Вот, и это не только касательно магии, а вообще касательно всей нашей жизни, там, где есть коммуникация и общение, взаимодействие с людьми. Вот, ну, давайте посмотрим, не знаю, что получится. В Телеграме хорошо это было, в Телеграме мне нравится, там достаточно все так каменно, потому что не так много подписчиков, вот, и я чувствую себя, ну, более безопасно, что ли, если так можно сказать. Вот, на каналах, да, в принципе, тоже комфортно, но некий, не то чтобы стресс, а все равно некое напряжение присутствует, да, в контексте ожидания обратной связи, комментариев, хоть и в основном всегда обратная связь, она позитивная, ну, вот, не знаю, это, наверное, издержки профессии, да, то, что всегда есть ожидание какого-то подвоха, может быть, это так характер мой такой, не знаю. Ну, смотрим. Итак, позиция номер один, голубенький камешек, работать буду на безымянной колоде. Вот, смотрим, да, единички. Сначала, чем вы платите за эзотерику, да, то есть то, чем вы занимаетесь самопознанием на моем канале, да, изучаете, возможно, какие-то моменты психологические тоже туда идут, в тему эзотерики. Смотрим, чем вы платите, чем вы платите, дьяволом вы платите. А привязанностью, привязанностью, привычками, смотрите, здесь что может быть? Привычки как? То есть избавление, допустим, от привычек, да, это один момент, потому что, ну, всегда есть некая такая дуальность, да, в нашем дуальном мире, либо наоборот некой такой привязанностью, да, то есть, с одной стороны, вы, может быть, избавляетесь от этих привязанностей и зависимости привычек, а с другой стороны, создаете какие-то другие привычки. Опять же таки сказать, что привычки все, они окрашены негативно, я не могу. Вообще у меня есть такое понимание, что все в мире нейтрально, все зависит от того, кто что-либо делает, да, и какие, каковы его мотивы. То есть привычки могут быть, например, по утрам просыпаться и чистить зубы. Считается же ли это привычка негативной? Ну, я не думаю, да, для здоровья, мне кажется, это и для гигиены это то самое. Хотя, опять же таки, да, есть разные наблюдения, где говорится о том, что стирается эмаль и все такое, ну, я не врач, я не знаю, вот, в моем понимании, да, все, что связано с гигиеной, ну, мне кажется, что это правильная привычка. Но она не перестает быть привычкой. Вот. Либо, например, привычка, когда люди привыкли вечером обедать все вместе, да, за столом, то есть, когда жена ждет мужа с работы, да, собираются все дети, вот они вечером едят. Либо вот собирается в воскресенье, да, за общим столом. Ну, по крайней мере, у нас в Греции есть такая традиция, если можно это сказать, да, привычка на выходных, когда дети посещают дома своих родителей, вот, и все вместе обедают, ну, либо ужинают, да, в зависимости от того, когда назначена встреча. А вот, является ли это привычкой, либо ритуалом? Да, конечно. Можно ли это назвать негативно? Ну, опять-таки, да, если это приносит удовольствие всем участникам, то, наверное, это позитивно. Если кому-то, кто-то из участников, например, такой встречи, ощущает дискомфорт, что вот опять надо пойти там к твоим родителям, либо опять там встречали, или еще что-то, да, и это вызывает дискомфорт, то, конечно же, такая привычка, она будет негативная. Поэтому любое, любой интерес, да, либо занятие эзотерикой, оно будет вызывать какие-то зависимости, да, и привычки как плюс, так и минус. Что еще говорит, а что еще есть в арсенале дьявола? Дьявол — это естественная животная сила, природная, да, природная сила, то есть мы привыкли привязывать животный мир именно к природе, вот, и природа живет по своим каким-то законам, да, там, где выживает самый сильный, и это, в принципе, для природы является естественным моментом, да. А для, скорее всего, для человека разумного жить по некоторым, не по всем, по некоторым законам природы — это вот как-то не совсем морально-нравственно, наверное, да. Поэтому, с одной стороны, дьявол дает неимоверную силу, да, то есть это вот физическая сила, это выносливость, это адаптивность в контексте эзотерики, как это можно, ну, использовать, да, то есть если человек узнает себя, он собирает свою энергию, тоже та же самая медитация, концентрация энергии, наполнение себя, да, это та же самая сила, и в зависимости от того, куда мы эту силу потом направляем, да, на какие результаты будет зависеть, она нам по благо или нет. То есть, опять же-таки, сила сама по себе, она нейтральная. Поэтому узнавание, да, занятие эзотерики, оно может придать больше силы, как следствие, больше уверенности, понимание своих теневых каких-то аспектов, да, то есть проработки, может, может завязывать новые связи, контакты, да, то есть находя единомышленников, вот здесь тоже может быть, но с другой стороны, она может вызывать еще и некую такую конкуренцию. Но здесь вот скорее всего, если вы, ну, там, например, являетесь мастером, да, опять же-таки не в контексте магии, на магии мы дойдем позже, а вот, ну, являетесь, например, там, передатчиком, да, какой-то информации, там, ченнеледжером, либо наставником каким-то, да, вот, тогда уже присутствует некая конкуренция, и здесь, опять же-таки, все зависит, опять же-таки, от той природы, да, выживает сильнейший. Но вообще у дьявола есть прекрасная такая черта, это адаптивность, да, умение адаптироваться к каким-то сложным обстоятельствам, да, то есть становиться частью естественной природы. То есть вот в таком контексте, да, мы опять можем сказать, что эзотерика, она дает вам плюс. Но у нас вопрос, чем мы платим? Вот, чтобы вот это вот все получить, да, как плюс или минус, что мы даем? Мы даем энергию, да, то есть дьявол, это вот энергия, это может быть здоровье. Опять же-таки, вы знаете, здесь такая просто позиция, я не могу ее однозначно считать и сказать, что вот за то, что вы занимаетесь как-то самопознанием, да, самопознанием вы платите, ну, то есть у вас убывает здоровье. Нет. Возможно, для того, чтобы была вот эта вот выносливость и природная сила, да, здесь есть ясное дело понимание того, что нужно прокачивать свою первую чакру. То есть это вот все, что связано с безопасностью и как минимум все, что имеет отношение к материальному миру, а у нас самое материальное – это тело. Поэтому здесь, возможно, поэтому я и сказала, да, что кто-то может своим здоровьем платить, то есть, может быть, не знаю, много читаете литературы, ну, вот, и в меньшей степени занимаетесь своим телом. Вот. Либо наоборот, указывается здесь на то, что если вы не будете обращать внимание на свое тело, да, на свое физическое, на свои физические какие-то нагрузки, физическое тело, если не будете прокачивать, да, то, ну, будете страдать, то есть, эзотерик, она будет не для вас. То есть вы не сможете ей уделять внимание по причине того, что у вас не будет просто здоровья, да, то есть энергии этим заниматься. Вот. Здесь так, ну, давайте еще посмотрю, чем вы платите, да, помимо… Ну, здесь основное – это вот энергия. Ну, смотрите, как прям магические карты, да, верховная жрица и дьявол и верховная жрица. Чем еще вы платите эзотерикой? Ну, я бы сказала так. Скорее всего, здесь опять-таки не напрямую указано, но вот некое такое… Одиночество, нехорошее какое-то слово. Я бы сказала, в большей степени осознанный выбор, да, потому что верховная жрица, она в принципе не парная. А дьявол, наоборот, он слишком парный, да, там, контекст сексуальной энергии. Но опять же-таки, да, если ее поднимать выше, компенсировать, да, то получается нечто более позитивное, да, приходит понимание, инсайты, и много чего хорошего выходит. С другой стороны, вот здесь вот по верховной жрице, чем вы можете платить? Вы можете платить непарностью, давайте так скажу. Почему? Не то, что здесь вот прям какое-то наказание, а здесь, скорее всего, просто сознание и понимание себя и своих целей, и немножко иной взгляд на мир, нежели людей, которые не занимаются изучением самого себя и понимание самого себя, очень сложно найти, возможно, человека, который бы понимал ваше увлечение, вот так могу сказать. Потому что верховная жрица, да, это все-таки небесная, божественная невеста, да, то есть, ну, она уже не может принадлежать кому-то другому, кроме, допустим, небесам. То есть, здесь вот какой-то, ну, это вот, скорее всего, больше осознанный выбор. Я не могу сказать, что вот вас наказывают за то, что у вас нету пары. Здесь больше склоняюсь к тому, что вот интерес занятия эзотерики, он у вас вызывает намного больше, то есть, он больше, чем, например, не знаю, создание, может быть, семьи, либо поиск партнера. Почему? Потому что, еще раз скажу, во-первых, планка другая, намного выше, потому что здесь человек понимает, у него есть свои какие-то стандарты, критерии, на основе которых он выбирает себе партнера. И они достаточно завышенные. Но, опять же таки, да, что такое завышенное, что такое заниженное. Скорее всего, это просто, ну, среднестатистическая температура по палате, где говорит о том, что кто приглянулся, да, с тем и спарывался. Вот. Но здесь, скорее всего, человека интересует больше духовная составляющая, то есть, состояние души. Человек, во-первых, по верховной жрице с очень хорошей развитой интуицией и с природной психологией, да, то есть человек, который понимает мотивы другого человека, он его считывает. Для него это намного проще, причем не всегда на уровне интеллекта, а вот, скорее всего, больше в такой связке, да, на уровне инстинктов, скорее всего, да, то есть понимаешь, что хочет от себя другой человек. Если не то, что такого человека обмануть, манипулировать сложно таким человеком, а поскольку мы все так или иначе друг друга манипулируем, то, ну, здесь эти моменты, они не проходят. Здесь надо прикладывать партнеру во взаимоотношениях с вами, да, больше усилий, искать другой подход. А в мире, где такое достаточно большое разнообразие и выбор людей, мы, ясное дело, наш мозг так устроен, что мы выбираем все, что попроще, все, что побыстрее и все, что полегче, потому что он работает на энергосберегательном режиме, да, мы не хотим затрачивать усилия дополнительные, прикладывать к чему-либо, затрачивать много энергии. Поэтому здесь партнеру будет с вами сложно, да, по Верховной Жрице и по Дьяволу, потому что у вас есть вот эта вот природная хабизма, вот внутренняя какая-то даже, знаете, сексуальность. Сложно будет, почему? Потому что, во-первых, что Дьявол, что Верховная Жрица, они вызывают в партнере страх. Не потому что они его нагнетают, как люди, а просто потому что в энергетике этих людей, здесь очень сильная, мощная такая энергетика, вот просто два аркана так выпали, у человека, который говорит о том, что вот в их поле, кто бы ни находился, у людей будет срабатывать как-то вот, я не знаю, на уровне неосознанности, да, беспокойство и тревога. Почему? Потому что здесь человек понимает, что вам нужно, во-первых, соответствовать, а во-вторых, вот такое чувство, что когда с вами рядом находишься, вы как, не то чтобы как сканер, а у человека возникает ощущение, что вы погружаетесь как-то глубоко, то есть вот как будто бы от вас скрыть ничего невозможно, и это очень сильно напрягает. Не факт, что так оно есть на самом деле, но я говорю то, что ощущает другой человек, да, то есть, допустим, если это мужчина, и в общении с вами у него будет такое чувство, что вот вы его видите насквозь, и там куда он ходил, допустим, там налево, либо где-то что-то умолчал, что-то скрыл, вы это знаете, вот у него будет такое ощущение. Хотя, ну, на самом деле, может быть и не так, да, если вы не обладаете какими-то такими сверхъестественными способностями, вы можете этого не знать. Но интуиция у вас просто хорошо работает, и поэтому вы будете понимать, что человек вам обманывает, вам лжет. И получается так, что партнеру здесь приходится быть с вами максимально откровенным и максимально искренним. А если он к этому не готов, да, не привык говорить правду, ну, либо жить вот как-то по совести, да, опять же-таки, это люди должны быть, ну, вот то, что я сказала, да, стандарты у этих людей должны быть достаточно высокие, то им будет, конечно же, тревожно, беспокоить на вашем окружении. Плюс ко всему, вот ваша энергетика на тонком плане, она настолько, как бы давит, влияет на этого человека, что у него начинают всплывать его внутренние какие-то страхи. То есть помимо тревожности, что кто-то что-то вскроет обо мне, узнает обо мне, начинает, знаете, может быть, вы задаете какие-то такие вопросы, которые, как правило, люди не задают, не спрашивают. И здесь не в контексте нарушения границ, а просто чистый такой интерес. Но, скорее всего, большинство людей не задумываются о таких вопросах. Там психология, например, философия, да, там, что ты думаешь по поводу, я не знаю, высших сил, я не знаю, по поводу жизни, есть ли перерождение и так далее. То есть, ну, может быть, люди не задают эти вопросы, а вот вы задаете. И человек, задумываясь для того, чтобы ответить вам на этот вопрос, начинает всплывать у него какие-то его внутренние комплексы. То есть, вы, вот дьявол, это огромная иллюзия. Это большой-большой такой, скажем, обман на уровне физики. И здесь, а верховная жрица, это более высокие такие уровни тонкого плана, да, то есть, как душевная организация и чистота. И вот здесь вот человек, знаете, рядом с вами будет всегда ощущать то, что ему нужно меняться, ему нужно трансформироваться, ему нужно как-то вот очищаться. И вот эти вот иллюзии, которые у него есть, внутренние какие-то проекции, которые он будет на вас направлять, они будут ему дискомфортны. Одним словом, вот с таким человеком, как вы, либо нужно поднимать свои вибрации, вибрации, чтобы, так скажем, быть с вами единомышленником и разговаривать с вами на интересные вам темы. Вот, ну, конечно, общие темы тоже всегда можно найти. Либо вот на том уровне, на котором человек находится, да, на более низком, ему будет плохо, ему будет неприятно, и он все время будет с вами как-то бодаться. И вы не будете понимать, почему, да, почему такая реакция. Потому что он будет как-то защищаться от вас, потому что есть ощущение того, что на тонком плане он разрушается. В контексте чего? В контексте трансформации он меняется. И вот любые изменения, да, они приравниваются к некой такой смерти, да, потому что трансформация — это умирание чего-то старого, рождение чего-то нового. И вот это вот внутреннее чувство страха, оно будет очень сильно беспокоить человека. Вот, как-то так я углубилась, да, в сторону того, как люди с вами ощущают, и чем вы платите. Но вот в данном случае, да, изучение эзотерики вы платите, скорее всего, либо, ну, в большей степени, либо одиночеством, но либо вот какой-то избирательностью, да, в своем окружении. Однозначно не будет понимания вас, но в принципе хочется сказать, что вы уже как-то свыклись, свыклись, адаптировались, да, по дьяволу, адаптировались. К такой ситуации она вас не особо напрягает. Других, может, напрягает. Вас не особо напрягает. Вы уже привыкли как будто бы быть в себе, потому что Верховной Жрице ей есть чем заняться, да, то есть она может углубляться бесконечно в себя, что-то узнавать. Это вот прям некий такой космос, вселенная, которому нет концу и края в познании. То есть здесь есть человек, человеку чем заняться. Ему скучно. Вот кто выбрал первую позицию, вам скучно не должно быть. То есть элементарное наблюдение, пассивность Верховной Жрицы, активная пассивность. То есть пассивность это не в том, не тот вариант, когда человек просто лежит и ничего не делает, да, ленится. Здесь нет. Здесь активная пассивность. То есть без лишних каких-то телодвижений, да, у человека очень активный ум. То есть он что-то анализирует, он что-то смотрит, он созерцает. Это примерно то, что происходит в медитации, да, при неподвижном теле. То есть физический мир, он вроде бы такой, знаете, неподвижный в теле, но очень активная душа. Есть и активная медитация, когда наоборот в голове все пусто, вот, но при этом тело начинает двигаться, причем спонтанно. само по себе, вот прям это, одно, одна из таких практик, это дервисидис, да, опять же я говорю по-гречески, по-русски как-то это по-другому звучит, но вот это вот вращение мужчин, да, танец, танец вращения вокруг своей оси, вот, это вот как раз-таки есть активная медитация, да, когда тело активно, а состояние внутреннее, да, оно пассивное, то есть оно, внимание, оно никуда не двигается, оно сосредоточено на чем-то одном. А в нормальной медитации, в общепринятой, да, наоборот, тело, оно должно быть неподвижным, но очень активное будет внутреннее наблюдение. Вот. А вот вы платите, да, за эзотерику этим, то есть общением с людьми, которые вами, вас окружают. Вот. И я просто так сейчас подумала, да, дьявол у нас напрямую указывает на финансы, то есть насколько страдают ваши финансы, я вот бы здесь задумалась. Почему? Потому что здесь отношение к деньгам, к материальному миру, оно меняется. Здесь как будто бы, знаете, идет некая такая духотворенность материи. Поэтому, не знаю, не могу сказать, что здесь происходит с финансами. Ну, давайте теперь мы посмотрим, значит, второй вопрос, чем вы платите за магию, если вы занимаетесь практиками. Вот неважно, чем, какими именно, да, но практиками. Ну, вот здесь видите, да, за магию здесь меньше с вас берут, то есть за эзотерику вы платите намного больше, потому что великие арканы за магию вы платите в меньшей степени, да, шестерка жезлов и двойка кубков. За магию, за магию. Ну, вот здесь вот может быть, да, что, опять же таки, да, как-то личной жизнью двойка кубков, она указывает, да, напарность. Чего вы можете платить шестерку из жезлов, да? Не знаю, каким-то своим успехом, какими-то своими победами. Могу понять, они становятся меньше или больше. Двойка жезлов, да? Здесь, нет, здесь не про победы, здесь про дороги. Как будто бы здесь есть, не то чтобы ограничения, а вот за вас решают, каким путем вы пойдете. То есть здесь вопрос выбора, возможно, в каких-то моментах вас решают выбора, да? То есть, допустим, у другого человека есть как-то больше выбора, то у вас, наверное, этот выбор в каких-то моментах забирают. Что это за выбор? Что это за... Здесь такое ощущение, что, знаете, вот все предопределено. Вот видите, колесница тоже про это указывает. Про движение, да? То есть здесь, возможно, какое-то движение вперед, оно ограниченным, потому что Двойка жезлов все-таки указывает на выбор. Ну, например, знаете, там, бросит ли мне заниматься, да, тем, чем я занимаюсь или нет? Вот здесь нету ответа «да». То есть если вошли, то уже, как говорится, вошли в танец, да, вам придется плясать. То есть обратного, допустим, хода нет. Либо там что-то выбирать, да? Вот буду я, к примеру, буду я работать с этим клиентом или нет? То есть как будто бы вот здесь такого выбора нет. Вот что вам приведут, вот с тем вы и будете работать. То есть, ну, это опять же таки пример, но здесь вот что-то связанное с выбором. Я не могу понять конкретно, что это такое, но вот что-то связанное с движением, с вашим продвижением. То есть либо у вас как будто бы нету выбора, вот в каком направлении вы будете двигаться, да? То есть вот вас как будто бы ведут, и все. И здесь, ну, если в каких-то других сферах, возможно, есть какой-то выбор, то в какой-то одной конкретной сфере, я склоняюсь к тому, что это касательно развития, либо касательно профессиональной сферы, да? То здесь вот как будто бы выбора нету. Здесь все выходит так, что это определено, и вот вы как-то вынуждены, да, соответствует той системе, в которой вы находитесь, тому магическому эгрегору, которому вы служите. Вот, то есть здесь вот как-то так. А двойка кубков, она может, помимо парности, она может указывать как-то вот на внутреннее состояние гармонии, да? То есть, возможно, вы платите каким-то вот своим фоновым состоянием баланса, да? То есть вам либо надо осознанно, как-то балансировать себя, либо вот именно все, что связано с наполненностью и балансом, вот здесь что-то есть. Ну, давайте я уточню. Да, вот видите, двойки выпадают, здесь какая-то вот дуальность, да, присутствует, беспокойство, тревога, сомнения. То есть вы как будто бы будете все время сомневаться, может быть сомневаться, не знаю, либо в своем. Какая-то неуверенность здесь присутствует. Присутствует в своем мастерстве, либо в своем каком-то выборе. Вот здесь просто с чем-то связано, не могу нащупать, но вот какое-то сомнение, да, здесь присутствует. То есть мы все время, как-то такое ощущение, знаете, как человек с какой-то оглядкой назад. Правильно ли я иду, туда ли я иду, то ли я делаю. То есть какие-то сомнения. Почему эти сомнения? Ну, здесь нет, человек как-то не может найти внутреннее успокоение, что ли, вот какую-то гармонию. Да, и вот видите, опять-таки по поводу движения, почему-то здесь. Здесь какая-то вот эмоциональность, либо периодически человек как-то выгорает, что ли. То есть какая-то цикличность здесь присутствует. Ну, у меня такое ощущение, что вот если в магии, то вы платите здесь своей энергией, энергия именно баланса. То есть либо вам нужно будет очень много учиться балансировать себя, свои эмоции, что вот находиться в гармонии, находиться в таком нейтральном состоянии, как по Верховной Жрице. Когда я управляю своими мыслями, что в принципе делает Верховная Жрица, за что она ответственна. Она держит свои мысли не под контролем, а именно в балансе. Но вот если мы говорим прям о таких сверхспособностях, то Верховная Жрица может останавливать мысли. То есть она может управлять, ей это подвластно. Поэтому это вот прям такой высокий уровень осознанности и мастерства. Но вот здесь вот что-то связано с гармонией и балансом. Так, это была первая позиция. Всегда как-то вот первой позиции чего-то много. А потом, скорее всего, да, я вдыхаюсь, и у меня уже на остальные позиции не хватает. А в третьей опять-таки, да, я как-то набираю обороты. Ладно, смотрим. Позиция номер два. Чем вы платите за эзотерику, за изучение? Чем вы платите? Ну, вы небольшую плату даёте. Давайте я так скажу, да. Возможно, ну, то есть пожи, они не могут указывать на что-то такое большое. Вот. Возможно, каким-то обучением. Но пожезлов у нас указывает на зарождающие какие-то желания. Может быть, вы лишаете себя каких-то желаний. Либо, если это энергия, то вот, ну, небольшое количество. Небольшое. Небольшое. Я просто хочу сначала посмотреть, что это вам даёт. Ну, это даёт вам, знаете как, оттачивание своих каких-то навыков, мастерства, умения, взаимодействия с другими людьми. Вот здесь вот в контексте единомышленников, да, здесь присутствуют единомышленники. Поэтому чем вы платите? Да не платите вы, в принципе, так особо, кроме какого-то общения. А нет, вас забирают, видите, эмоции, да, десятка кубков. Вот прям эмоции. Энергии. Энергии. Платите энергии. А на что вы тратите эту энергию, когда изучаете эзотерику? На, вот именно на коммуникацию, на развитие, да, на понимание, как всё устроено. То есть здесь, знаете как, здесь человек достаточно любознательный. Человек многим чем интересуется. И вот ощущение того, что есть несколько видов, да, либо развилок той информации, которая вам интересна. И вот если бы вы были сфокусированы, сконцентрированы на чём-то одном, да, в изучении, то вам было бы, ну, либо как-то вот последовательно, да, одно начали, завершили, потом другое. Вам было бы намного легче. Но здесь дело в том, что человек, знаете, это хочу всё знать, да. Я почемучка и хочу всё знать. И поэтому человек здесь стремится, как это, впитать в себя. Хотела сказать, взобрать. Впитать в себя как можно больше знаний. То есть вот сам процесс развития и интересования чем-либо, вот вам интересов, да, чем-либо, вот вам он нравится. И здесь поэтому вам не хватает энергии, да, потому что есть много разных тем, развилок. То есть, допустим, если это книги, то вы можете читать 2-3 книги одновременно. Они могут быть в одну тему, они могут быть разных жанров, да. Вот. И, ну, на всё это нужна энергия, ясное дело, да. То есть вот здесь вот вы можете выплёскивать это всё. Потом вы такой, знаете, здесь человек эмоциональный, если что-то узнаёте, вам хочется с кем-то поделиться, что-то рассказать, вот, что вы там узнали, что интересного. Вот на коммуникацию, на общение здесь очень много энергии уходит, да, на проявление какой-то инициативы, то есть что-то организовать, как-то, я не знаю, поговорить. Здесь очень много разговоров идёт. Очень много разговоров и очень много взаимодействия. И вот поэтому, может быть, рассказываете, да, там, прошли какое-нибудь обучение, хочу с кем-то поговорить, рассказать, поделиться. То есть вы отдаёте вот энергию именно на это. Вот. Что вы здесь получаете от этой эзотерики? Мне просто интересно. Тревога, беспокойство, да, для кого-то вообще это как будто бы запрещённая тема, потому что, ну, здесь могут проходить мнительные люди, очень эмоциональные такие, знаете, чувствительные. Вот. Что вам даёт? Даёт, скорее всего, преодоление каких-то своих внутренних страхов в контексте коммуникации и общения. То есть вот застенчивость, если она у вас присутствует, то именно изучение эзотерики, оно помогает вам это преодолеть. А вообще рост и больше как-то брать на себя ответственность, быть более храбрым, быть более отважным. То есть вот какую-то силу внутреннюю придаёт, преодолевая свои страхи. Либо как-то вот, не хочу сказать, заставляет. Но это не совсем правильно, потому что это ваш собственный выбор. Вот. Но работать вот как-то со своей неуверенностью, может быть, с накручиванием, да, себя, с чувством вины тоже. То есть прорабатываете свои какие-то не очень приятные эмоции. Обучает вас, во-первых, даёт повышенную самооценку. То есть вот вы работаете в большей степени над этим, да, над своей самооценкой. То есть над умением что-то новое создавать. И в данном случае новое — это вы. То есть умение... Такая пауза, потому что здесь так, оп, и сразу неожиданно пустота появилась. Вот как появился маг, да, появилась какая-то такая пустота. По идее, по идее, вы должны прийти вот к этому состоянию мага. Человека, который умеет решать во внешнем мире, да, какие-то сложные задачи, сложные, выстраивает сложные какие-то комбинации. Вот. То есть здесь интерес. Вы как будто бы, знаете, стремитесь больше... к интеллектуальному какому-то развитию, да, то есть получить знания для чего? Не для того, чтобы их практиковать, а для того, чтобы их больше иметь, да. Вот. Но это не совсем ваше. Вот то, куда вы стремитесь, это в принципе, да, в теории, это хорошо. Но ваша природа, она всё равно, она какая-то больше такая водная, эмоциональная. И вам приятно, когда вот вы делитесь, разговариваете, общаетесь с людьми. Вы не про то, что вот сидеть, как-то погружаться в какую-то литературу, да, вот я не говорю о том, что вы не можете быть умными людьми, но это не совсем ваше, понимаете. То есть если бы мне это показали по первой позиции, я бы сказала, да, там люди такие, знаете, по природе отшельники, им хорошо, они взяли какой-нибудь, не знаю, как фолиант такой толстенный, да, либо там энциклопедию, которая стоит из 20 томов. Вот они сидят, изучают, они от этого кайфуют. Вот у вас просто терпения на это не хватает, и вам это не совсем интересно. То есть если бы эта энциклопедия состояла только из картинок, да, без текста, вам бы это было здорово, вы бы как-то вот визуализировали, фантазировали, что-то там представляли, фантазировали, ну потому что это ваша природа такая более водная, да. А вот все, что связано с воздухом, да, это не совсем ваше, это не совсем ваше. Вот ваша природа, это больше все, что про прошлое, вот. Ну либо то, что сейчас проживаете. Вы не тот, кто как-то вот смотрите в будущее, прям вот на далекую такую перспективу. Да, будущее вам интересно, но здесь вот, понимаете, здесь даже если какие-то планы, то они какие-то короткосрочные, да, ну, макс на год, ну, может быть, на три, не больше. То есть вы не тот человек, который будет простраивать, все просчитывать, да, как мечевые масти, например, как король, выстраивать стратегию там на 10 лет, на 15, куда и что, то есть вы больше такой спонтанный человек, больше человек непроисказуемый. Вот вам вот так интересно, да, то есть жить в моменте, вы идете вперед, потом можете развернуться назад. Для вас это окей. А вот по первой позиции людям было бы сложно вот такие вот кардинальные изменения, то есть если бы они даже и проживали, то это было бы запланированное для них, да, то есть они вот как-то там более, не знаю, что-то такое существенное, более древняя душа, что ли. Вот здесь больше как, я неоднократно говорила, да, про капитошку, вот во второй позиции, да, здесь такое, что такое, какой-то вот пузырь такой водно-мыльный, вот, веселый, радостный, который наслаждается жизнью, ему интересно в каждый угол заглянуть, посмотреть, что там, как там, вот здесь что-то узнал, пошел куда-то сказал, здесь фотки снял, там выложил. Вот такой вот человек более активный. И здесь поэтому маг, который, ну вот все умеет, все решает, это не совсем про вас, но эзотерика здесь вам дает от мага понимание себя и повышение своей самооценки, то есть быть более уверенной. И король Жезлов на это указывает, и королева Жезлов на это указывает, да, через коммуникацию, через взаимодействие с людьми, через общение. То есть как-то вот здесь у одного что-то получился, там кто-то другой что-то подсказал, да, и в конечном итоге человек как-то вот утверждается в своей позиции, вот он становится более уверенной, и это вот поднимает ему самооценку. То есть вот про это вот что-то такое. Не более, не более того, да, почему-то потому что помимо мага я не вижу здесь великих арканов, поэтому сказать, что да, вам в принципе и не очень-то нужно. Это вот не первая позиция. Опять же, я не хочу никого занижать, принижать, но у каждого просто свой опыт, да, и свои какие-то потребности. Возможно, в этом воплощении вашей душе нужно вот это вот, да, вот хочу все знать, везде все интересно, везде все любопытно. Первая позиция им неинтересна, потому что они уже жили кучу воплощений, поэтому, ну вот что-то новое, чтобы им узнать, ну я не думаю, да, что для них есть что-то, что-то новое, интересное, разве что только вот углубляться в то, что они уже знают, да, либо раскрывать как-то по-другому. Вот. А чем вы платите за магию? Королева кубков. Вот здесь тоже примерно, тоже про эмоции, только если в первой позиции нам было это все связано как-то с балансом и с неуверенностью, вот эту бесконечную неуверенность, да, метание туда-сюда, то здесь вы платите скорее всего, ну-ка я уточню. Здесь эмоциональное состояние, но оно знаете как? Здесь не про неуверенность, а здесь про... Вот периодически как будто бы вот накрывает вас какой-то грустью, что ли, какими-то воспоминаниями, то есть вы... Вот здесь очень много прошлого. Вот при всей такой огненности и теплоты будущего, да, вот здесь очень много прошлого. Вы как-то вот оглядываетесь в это прошлое, да, чем вы платите? Тем, что вот вас как будто бы периодически лишают стабильности, вот вы как-то вот стремитесь, стремитесь к этой стабильности, либо эмоциональной, либо финансовой, и... А вам не дают ее, да, вам ее не дают. У вас ее как будто бы постоянно забирают, как-то вот заставляют... Как-то идти в новое, да. Постоянно обучаться. Смотрите, три пажа выпала. То есть чем вы платите? Какой-то стабильность. Вот скорее всего вам хотелось бы, да, в Королеве Кубков, в Четверке Кубков, как-то вот больше наслаждаться, получать удовольствие, эмоциональный, эмоциональный такой комфорт, да, то есть ощущать себя в безопасности, в спокойствии, да, чтобы не было вот этой вот тревожности. Это то, что вы хотите. А платите вы как раз таки тем, что вас это забирают. Вам не дают, то есть если вы занимаетесь магией, вам не дают... Ну, как-то спокойно сидеть, да, вас все время сподвигают что-то изучить, что-то, я не знаю, что-то выбрать, в чем-то определиться. То есть вот вам хочется, знаете, как-то выйти на полянку, лечь, такая летняя погода, лечь на травку и смотреть на солнышко, да, на солнышко. Как в мультике «Львенок». Я на солнышко лежу и на солнышко гляжу. Вот вам что-то хочется такого. А вот этого расслабления вам не дают. И каждый раз, когда вам кажется, что вот я сейчас это получаю, да, вас это забирают и говорят, нет, надо еще вот это изучить, а ты еще параллельно вот это должен изучить, да, а посмотри вот за это, а проанализируй вот это, а вот здесь вот ты еще что-то не знаешь, вот здесь вот ты что-то не выбрала. То есть вот вам не дают как-то вот устаканиться. Здесь какой-то вот запрет на болото. Постоянно вас оттуда вытаскивают, выманивают разными способами. Вот, вот этим вот вы платите за магию. Если еще что-то, что вы платите. Ну, здесь очень много ответственности. Рециджи Реслов. Здесь много как будто бы какой-то ответственности. Знаете, здесь у меня такое ощущение, что люди вот, которые занимаются магией, но здесь магия какая-то такая вот более начальный уровень, да, либо магия как-то работа как-то с духами, духами природы я имею в виду, да. Вот, например, там что-то как шаманизм, либо деревенская магия, либо там что-то со свечной магией. И такое, знаете, вот не слишком трудное какое-то вот мастерство, что значит, опять же таки, да, трудное или нетрудное. Ну, здесь может быть ведьмовство. Вот так. То есть здесь не уровень там колдунов, магов. Да, здесь может быть медиумизм тоже. Но вот это все как-то, знаете, не как-то вот не идет на начальном этапе. То есть это не слишком трудно, не слишком... Не то, что вы не можете быть хорошим мастером, вы можете быть хорошим мастером, но это, как это сказать, скажем так, уровень школы, да, десятиклассника. То есть это не институт, не там университет. То есть раньше, я помню, сейчас я не знаю, да, есть училища, там техникумы были, да. То есть это тоже обучение, но это разный вид. Но вот здесь вот как будто бы уровень училища, да. То есть это не институт. Сказать, что нельзя получить профессию и не работать, если ты, например, закончишь училище. Да, ты не будешь врачом, да, высшего образования у тебя не будет. Но ты будешь, например, прекрасным там механиком, да, либо электриком. То есть будешь работать руками, ты будешь делать, ты будешь, может быть, классным мастером. Вот, и получается, это хорошие даже деньги, да. Но это не врач. Опять же сказать, что какая-то профессия выше, какая-то ниже, нет. Вот, но все равно вот как будто бы по уровню энергетики это какой-то вот такой... Если бы пирог был трехслойный, я бы сказала, что это вот самый нижний слой этого пирога. Вот как-то так. Не в обиду никому сказано. Еще раз скажу, да, нету магии плохой или хорошей, да. Все зависит от результата и от самого мастера, как он работает. Так, а чем, чем... Ну, давайте королеву жезла перекроем. Это была вторая позиция. И мы переходим к позиции номер три. Троечка, чем вы платите за эзотерику? Королем мечей, да. Какой-то вот холодностью много как будто бы... Думайте, думайте. Здесь своей... Какие-то ограничения здесь есть. Ограничения в семье. То есть, либо здесь семья вас ограничивает, да, в том, чтобы вот вы больше времени уделяли тому, что вам нравится. Либо здесь... Вот опять же, семья, это не только там муж-дети. Еще могут быть и родственники, да. Это там бабушка-дедушка. То есть, небольшой круг родственников. То есть, здесь вот какие-то ограничения. Не знаю, то ли вы должны как-то... Не то, чтобы скрывать, а... То ли много ответственности здесь, которую вы несете за семью. И вот энергию, которую хотелось бы потратить на себя, вы ее тратите вот на семью, на родственников. И поэтому здесь получается как будто бы, знаете, вот какая-то невозможность в полной степени отдаться тому, чему я хочу. Но вам это очень нравится. Вам это очень нравится, да. Также, чем вы платите, да, тем, что вам приходится перерождаться, да, то есть, что-то менять в своем сознании. То есть, бесконечно, бесконечно как-то трансформироваться, но вот именно на уровне ментала, интеллекта, в своей голове. Может быть, постоянно изучать какую-то информацию. И вот эта вот информация, она настолько влияет на вас, что, не знаю, может быть, скрываете какие-то свои ограничивающие убеждения по поводу семьи, либо вы меняетесь, и это оставляет какой-то отпечаток на вашей семье. То есть, ну вот здесь какая-то связь именно вашего вот такого развития, да, и семьи, то есть, она присутствует. Либо семья является препятствием, либо вы меняетесь, и потом это, есть какая-то цена, да, за это платите в своей семье. То есть, люди, допустим, вас не понимают. Либо вы приходите и начинаете потом, не знаю, со своими родителями рассматривать какие-то, ну, прорабатывать свои какие-то ограничивающие убеждения, да, то есть, с ними много разговаривать, почему, какой я была в детстве, что и как. Здесь вот какая-то связь идет, именно изменения на интеллектуальном уровне. Вот видите, как насколько разные, да, то есть, во второй позиции у нас были больше кубки эмоций, а вот здесь уже интеллект. Здесь уже интеллект. Еще чем вы платите за эзотерику? Ну, здесь вот как будто бы как-то хочется сказать, какой-то вот отказ от любви идет. Отказ от любви, отказ от каких-то своих идей, от... Это какого-то творчества, вдохновения, я не понимаю, почему, да. Здесь вот вам как будто бы надо завершать, то есть, есть какие-то желания у вас, эмоции. То есть, даже если это не про любовь и не про творчество, то здесь вот как будто бы все, что связано с эмоциями, здесь вам как будто бы их нужно держать под контролем, либо вы вынуждены как-то держать свои эмоции под контролем. Здесь невозможность прожить в полной мере свои эмоции. Я не могу понять, почему. Здесь как человек замораживает. Вот все, что он проживает, он как будто бы замораживает, отказывается. Вот если бы это вот выпало на позицию, например, там в магии, то это было бы понятнее как-то. Но вот здесь вот в эзотерике отказ от проживания каких-то своих, то есть, как будто бы мне нельзя эмоционировать. Вы сдерживаете, подавляете в себе какие-то эмоции. То есть, допустим, если вам бывает страшно, да, то вы, особенно если это перед семьей, либо за семью, вот вы это не показываете. Не знаю, я не совсем понимаю, почему у вас здесь идет отказ от эмоций. Ну, потому что это вот ваш выбор, да, потому что так как будто бы правильно. Если вы хотите дальше двигаться, то вот вы как-то должны отказаться от эмоций. Королева мечей, да. Здесь нужно... Здесь какой-то холодный такой рассудок. Опять же таки, вот если бы это была магия, да, я бы сказала, здесь человек прям вот какой-то боевой магией, да, занимается, огненной. И поэтому у него голова, она должна быть холодной, да. Ему эмоции, они лишние, потому что, во-первых, ответственность большая, а во-вторых, он может на эмоциях вот как-то очень сильно накосячить, и последствия, они очень там, ну, существенные будут. Вот тогда было бы понятно. Но здесь почему вот нельзя? Ну, то есть я не понимаю, в контексте именно эзотерики, почему нельзя? То есть либо нельзя показывать эмоции, либо, когда вы эмоционируете, это очень сильно вас опустошает, и здесь какая-то связь есть между эмоциями и ответственностью, которую вы несете за кого-то. Это могут быть люди, это может быть группа людей, да, то есть там единомышленники какие-то, да, либо это коллеги, которыми вы управляете, и поэтому вам нельзя быть эмоциональным. Всё время нужно как-то вот всё контролировать, всё всеми управлять, всё просчитывать, всё анализировать. То есть вы должны за других как-то, вот вы очень много думаете за других, поэтому, ну, вот здесь вот эмоции, это как будто бы ваше уязвимое и слабое место. Но я не понимаю, почему это вот в контексте эзотерики. То есть какая здесь связь? Какая связь? Это какое-то вот внутреннее противоречие идёт, да? Внутреннее противоречие. Вот вам как будто бы, ну, не знаю, радоваться, радоваться нельзя. Запрет какой-то на радость. То есть если вы занимаетесь эзотерикой, да, то вам как будто бы запрещают запрет на радость, на любовь, на какие-то эмоции. Но почему? Не могу понять. Я не могу понять, действительно. Потому что только так вы сможете как будто бы быть целостной личностью, да, девяткой пендаклей. Чем эмоции плохие, я до сих пор не могу понять в этой позиции, честно. Вот вы платите кубками. Хорошо платите. Смотрим, чем вы платите за магию, да, кто здесь практикует, занимается. Деньгами. Как будто бы либо откупаетесь. Чтобы вот как будто не стать жертвой своего, как это сказать правильно, своего дела, да, либо своего увлечения, хобби, не знаю. Ну, может быть, и профессия. Но я не думаю, что здесь как профессия идет. Но в любом случае, да, вот своего мастерства, своего дела вы как будто бы вы откупаетесь финансами, деньгами. То есть вы жертвуете деньгами. И вот опять-таки, да, здесь в магии тоже. Вот чем вы жертвуете? Любовью. То есть вы как будто бы отказываетесь. Вы это приносите в жертву. Я не понимаю, почему. Ну, потому что так нужно для души. Ну, какая-то такая слишком большая жертва, мне кажется. Да, таким образом вы имеете силу. То есть вы... Здесь какое-то серьезное занятие. Я не знаю, что это может быть и что может быть серьезным. Но здесь вот как я и сказала, знаете, здесь как будто бы то, чем вы занимаетесь в магии, оно требует большой концентрации и энергии. То есть вы знаете, вот как у военных, как будто бы что-то... Вот если, например, если пилот, да, он имеет личную жизнь, и вот он поругался, например, с женой, то вот в таком состоянии у него слишком большая ответственность там за его пассажиров, и чтобы он как-то эмоционировал. И поэтому он отказывается от личной жизни, да, чтобы его, допустим, вот эти вот эмоции, либо любви, либо там, я не знаю, наоборот, ссоры, да, каких-то конфликтов, чтобы они не управляли им, вот, потому что у него слишком такая вот большая ответственность в работе. Вот здесь вот тоже такое ощущение, что либо вы работаете здесь, ну, допустим, да, какое-нибудь чернокнижье, да, либо с черной магией, и здесь вот нужна как будто бы полная ваша концентрация на том, чем вы занимаетесь, потому что это чревато последствием, что вот если вы отвлечетесь, да, либо вот, допустим, ваша семья, она является уязвимым местом, вот вами могут манипулировать, и я не имею в виду люди, а именно силой, то придется потом платить, например, там, ну, я не знаю, своими близкими жертвовать, вот, и вот чтобы этого не было, да, вы как будто бы здесь отказываетесь от этого. Здесь какая-то серьезная магия. Здесь не то, что, вот, допустим, во второй позиции, да, там, магия любви, там, магия дорог, либо еще что-то, но здесь такое, знаете, вот как ощущение, как руны, например, да, здесь даже и не таро. Вот таро могло бы быть во второй позиции, да, вот, а здесь нет, здесь вот именно руны, здесь что-то такое мужское, здесь что-то такое женское, вот именно, ну, вот, Если это духи, то, наверное, опять же, как чернокнижье с какими-нибудь демонами, где нужна внутренняя концентрация, нужна очень мощная сила. Прям вот потому, что если этой силы внутри нет, то никакая нечисть вам не будет подчиняться. Поэтому и здесь ничего не должно отвлекать. То есть здесь нету слабины, здесь человек какой-то с внутренним таким стержнем, прям вот холодный, жесткий, не знаю, чистящий какой-нибудь, энергетический. Если либо вы там занимаетесь, например, не чернокнижье, а чистками. И вот здесь вот эта чистка, но это не свечами. Это вот, например, выход в астрал, где ты можешь прицепить на себя все, что угодно. И вот нужно быть очень внимательным, и тебя ничего не должно отвлекать. И вот здесь что-то такое серьезное, если говорить, да. То есть вот на примере пирога, то, что я говорила по второй позиции, да. Если вторая позиция у нас первая прослойка такого трехуровневого торта, либо пирога, то вы здесь у меня находитесь где-то между второй и первой. То есть я не могу сказать, что вы 100% вот прям второй уровень этого торта, но вы еще и не первый, вот где-то вот на срезе, да, вот второго и первого торта. Как-то так. А если говорить про первую позицию, вот первая позиция у меня будет как раз-таки сверху, но она опять же таки сказать, что она вот прям топ-топ, нет. У нее какая-то вот, какая-то своя специфика. То есть сказать, что там вот прям магия, да, вот именно практика ритуала, нет. Там вот какая-то своя особая категория, да, то есть это вот что-то на грани между наукой, философией и магией. То есть вот сказать, что это вот прям стопроцентная какая-то магия, нет. Вот, но это, ну например, допустим, да, это гипноз. Сказать, что можно ли сказать, что гипноз является магическим инструментом? Вот, с одной стороны, да, потому что он влияет на сознание и на реальность, он ее трансформирует. Вот, а с другой стороны сказать, что это вот прям вот практическая какая-то магия, нет. Вот что-то там такое вот идет у меня по первой позиции. Вот такой вот был расклад. Если вы занимаетесь магией, пишите, пожалуйста, в комментариях, чем именно. Мне просто интересно будет. По всем трем позициям, да, узнать, чем здесь занимаются коллеги, в кавычках, да. Вот, ну либо напрямую, может быть, действительно есть тарологи, психологи. Для меня психологи – это тоже маги. Тоже маги, тоже волшебники. Точно так же, как и маги могут быть писатели. Для писателей-фантасты, либо в жанре фэнтези. Почему? Потому что они тоже создают, они влияют на реальность, они создают в виртуальном мире, да, свой какой-то волшебный мир. Вот, он тоже не случайно взят, он не просто так приходит. Потому что, ну, каждому человеку не может прийти такие фантазии создания существ. Вот. Как-то так. Хочу пожелать вам всем отличных выходных. Напоминаю, приходите на Блиц-консультацию. Вот, анонс выйдет, либо вышел, в зависимости от того, в какое время вы смотрите сегодня, в разделе сообщества. Тема, что скрывается за маской человека, выбирайте любого человека, это могут быть ваши родители, дети, коллеги, кто угодно. Ну, то есть, не нужно привязываться к тому, что это должен быть обязательно мужчина, либо это должна быть обязательно женщина. Это может быть подруга, да кто угодно. Любой человек, да. Главное, чтобы вы, когда прислали заявку, чтобы вы мне потом поясняли. Ну, в принципе, я сама буду это уточнять. Вот, то есть, кто этот человек для вас. Вот, мне важно, да, чтобы понимать. Вот, как-то так. Вот такой у меня был сегодня для вас расклад. Не знаю, насколько он нравится вам или нет. Пишите свои идеи для раскладов в комментариях. Если они будут мне созвучны, я их обязательно внесу в свой план и сделаю. Прощаюсь всем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok